Вот уже 14 лет Эльдар Шабданов работает в сфере гостиничного менеджмента. Кризис напрямую коснулся его бизнеса, так как не было туристов, доходы упали до минимума, а многие и вовсе разорились. Но при поддержке государства малого и среднего предпринимательства в прошлом году удалось достигнуть неплохих результатов. Гостиничный сектор является одной из больших звеньев в туристической инфраструктуре. И самой большой проблемой как гостиничного сектора, так и в целом, туризма в целом, это было отсутствие должной инфраструктуры, туристической инфраструктуры, а также отсутствие узнаваемости нашей страны на международной арене. И если больше будет туристов, если больше будет инвесторов, бизнес-туристов в Кыргызстане, тем лучше будет, конечно, всем звеньям в туристическом секторе. Основными влияющими факторами на рост сферы услуг является активизация экономической деятельности, воловой выпуск оптовой и розничной торговли увеличился почти на 11%. За январь-декабрь 2021 года воловой выпуск отраслей, оказывающих услуги, сложился в объеме около 540 млрд сомов, а темпы реального роста увеличились на 6,9%. Наибольшую долю в структуре отраслей экономики, оказывающих услуги, занимает оптовая и розничная торговля чуть больше 36%. Услуги транспортной деятельности сложились на уровне 7,5%. В целом все эти показатели экономического роста положительно отразились на ВВП и составили без малого 3%. Имеется положительная динамика темпа роста экономики. К сожалению, по темпам роста мы еще не достигли до пандемийного периода. Тем не менее, у нас есть положительный рост в торговле. Мы практически достигли уровня до пандемийного периода. Кыргызстан экспортирует отечественную продукцию и часто зависит от импорта. В других странах в сфере услуг отдается особый приоритет. В связи с этим эксперты говорят, что для улучшения позиций Кыргызстана на международном рынке и развитии экономики в целом необходимо уделять внимание по всем направлениям сферы услуг. Самый хороший показатель у нас сегодня – это то, что мы перешли на цифровизацию. И то, что было очень много в тени, оно выходит снаружи. И даже в условиях пандемии и в условиях сегодня, постпандемийной ситуации, мы видим, что произошло оживление не за счет того, что бизнесмены начали производить какие-то услуги и дальше работать и улучшать свою деятельность, но больше даже из-за того, что это происходит, тут некая такая вот выход на поверхность той деятельности, которая раньше была в тени. За последние годы, несмотря на снижение общего объема традиционных услуг, являющимися также общемировыми трендами, идет резкий рост популярности и выгодности использования интернет-услуг, альтернативных способов связи. Большую роль играет торговля и предоставление любых услуг через социальные сети. Надежда Усова, Бигдян, Токтор Сунов, Аллатой, 24.